Привет, комрады! В этом обзоре речь пойдет о ракете RIM-7 Sea Sparrow, которая запускается с ракетного комплекса морского базирования и предназначена для поражения воздушных целей и ракет. Ее называют американской ракетой, но если быть точнее, то это далеко не так, учитывая, сколько стран и компаний задействованы были в ее создании. Обзор на эту ракету будет поделен на два обзора. В первом я расскажу, что она собой представляет и какие есть модификации. А во втором обзоре я расскажу об истории создания. Это очень интересная часть, которая, возможно, не всех заинтересует. Поэтому вынесу историю в отдельный обзор для самых искушенных. Также напомню, что для любителей огнестрельного оружия мы подготовили обзоры на канале Loaded Gun. Ссылка в описании. Перед началом не забывайте подписаться на канал и поставить лайк. Это делает наш контент лучше. Let's burn! Начали разрабатывать ракету еще в 60-х годах 20-го столетия. И надо понимать, что стало толчком для ее создания. Страны Варшавского договора и, в частности, Советский Союз создавали по количеству в этот период больше вооружения, чем США и страны, которые на тот момент входили в НАТО. Одной из ключевых проблем было отсутствие качественной противовоздушной и противоракетной системы, которая могла бы защитить корабли от вражеской авиации и ракет. Это касалось не только США, но и ряда европейских стран. Таким образом, 10 июня 1968 года был подписан, пожалуй, один из самых существенных военных меморандумов о сотрудничестве в сфере обороны. Его назвали The NATO CISPERO Surface Missile System, сокращенно NSSMS. Подписантами были четыре страны – Дания, Италия, Норвегия и США. Со временем стран стало 12. Более детально об этом расскажу во втором ролике. Но уже в 1969 году был подписан контракт на разработку НАТОвского ракетного комплекса МК-57 CISPERO с компанией Raytheon. И, соответственно, в этот контракт входила разработка ракеты для этого комплекса. Заканчивая эту часть, сугубо для понимания, насколько это интернациональная ракета и сам комплекс. В проекте на сегодняшний день участвуют 12 стран и 17 оборонных компаний. Система CISPERO развернута в 19 странах на борту кораблей более чем 25 различных классов. От малых фрегатов до атомных авианосцев, что делает это ЗРК универсальным и наиболее широко используемым во всем мире. Годом принятия на вооружение РИМ-7 CISPERO считается 1976. Как вы понимаете, это старая ракета, но ее модифицируют вплоть до сегодняшнего дня. Поэтому правильнее будет сказать, что разработка старая, а вот ракета и сам комплекс нет. Ракету адаптируют под современные требования. В названии вы можете найти сходство с ракетой класса воздух-воздух АИМ-7 СПЕРО. И это не просто так. Именно ее взяли за образец для создания ракеты надводного базирования РИМ-7 СИСПЕРО. Про АИМ-7 СПЕРО еще будет обзор на канале. По одним источникам в свое время отмечали, что ракету разрабатывали для уничтожения советских крылатых ракет. Но это не совсем так. Разрабатывали для прикрытия кораблей. Причем как большого тоннажа, так и малого. А для этого надо было еще и разработать пусковые установки, которые можно было бы установить не только на эсминцы. СИСПЕРО – это управляемая корабельная ракета малой дальности с полуактивной радиолокационной головкой самонаведения. Первоначально разрабатывалась ракета только для запуска спусковых установок морского базирования. Но со временем разработали возможность запуска ракеты с наземного базирования. Из чего состоит ЗРК СИСПЕРО? Уточню, что полное название комплекса – зенитно-ракетный комплекс МК-57 СИСПЕРО. Комплекс состоит из системы управления огнем МК-91, пусковой установки контейнерного типа на 8 ракет МК-29 и, собственно, ракеты РИМ-7 СИСПЕРО. Система управления огнем МК-91 обеспечивает автоматическое обнаружение и сопровождение потенциальной цели, а также осуществляет пуск ракеты по цели, когда ракета противника или воздушная цель находится в зоне поражения. Хоть большинство действий системы управления огнем выполняется в автоматическом или полуавтоматическом режиме, предусмотрена опция вмешательства оператора и внесения корректив или отмены огня в любое время. Пусковая установка МК-29 – это легкая пусковая установка контейнерного типа быстрого реагирования, которая обеспечивает размещение и пуск до 8 ракет РИМ-7 СИСПЕРО. Масса установки 5800 кг. Скорость наведения по азимуту 40 градусов в секунду, по углу места 65 градусов в секунду. Угол возвышения от минус 5 до плюс 85 градусов. Темп стрельбы – один пуск ракеты каждые 2 секунды. А вот система наведения обеспечивает непрерывную подсветку цели для самонаведения ракеты РИМ-7 СИСПЕРО. Что же касается ракеты, если мы говорим о последних модификациях, которые наиболее часто на сегодняшний день используются в ЗРК СИСПЕРО. Так вот, ракета РИМ-7 СИСПЕРО оснащена головкой полуактивного самонаведения. Также оснащается контактным или неконтактным взрывателем. Оснащена ракета твердотопливным ракетным двигателем Геркулес МК-58, который позволяет развивать скорость примерно в 3,6 маха, что равно 4256 км в час. Но не каждая модификация была оснащена подобным двигателем, и немного позже я об этом скажу. Весит ракета 230 кг, в длину 3,7 м, диаметр 20 см, оснащена осколочно-фугасной боевой частью массой 40 кг. Радиус поражения при детонации составляет 8,2 м. Дальность полета ракеты и поражения цели зависит от высоты, на которой летит та самая цель. Поэтому этот показатель варьируется от 15 до 30 км. Все зависит от того, на какой высоте цель летит. Минимальная высота поражения цели составляет 8 метров, хотя по некоторым источникам этот показатель составляет 6 метров. Оснащена четырьмя складывающимися крыльями посредине и четырьмя хвостовой части. Ракета всепогодна. Корректировка полета ракеты к цели происходит с помощью радиолокационных линий связи. Стоит еще пояснить один аспект, он касается двигателя. В процессе разработки стало понятно, что взяв авиационную ракету, могут возникнуть трудности с адаптацией ее под нужные цели. Так и вышло. Сисперу была далеко не идеальной ракетой. Напомню, что за прототип взяли ракету АМ-7 Сперу воздушного базирования. И вот ее ракетный двигатель проектировался с расчетом на то, что он будет запускаться на высокой скорости самолета и поэтому был оптимизирован для длительного крейсерского полета при относительно малой мощности. А если использовать эту ракету с ЗРК наземного базирования или надводного базирования, то лучше иметь очень высокое ускорение на старте, чтобы ракета могла быстрее перехватить цели, которые летят на низкой высоте. Да еще если учесть, какой радиус действия комплекса. Поэтому пришли к выводу, что двигатель гораздо большей мощности значительно бы улучшил характеристики, несмотря на более короткое время горения. Стоимость одной ракеты РИМ-7 Сисперу на сегодняшний день составляет порядка 165 тысяч долларов. И перейдем к модификациям. За годы ракета и весь комплекс получили значительные улучшения. Базовая модификация ракеты получила обозначение РИМ-7Е Сисперу. Из-за прототип была взята ракета АМ-7Е. Ракета базовой модификации могла лететь со скоростью более двух махов и на высоте от 30 метров до 15 километров. На расстоянии примерно 15-22 километра, в зависимости от высоты полета цели. Далее была модификация РИМ-7Ф. Улучшили характеристики, а также оснастили неконтактным взрывателем. И в данной модификации предусмотрели, что ракета может лететь на более низкой минимальной высоте – 15 метров. Но были еще улучшения, потому что была улучшена непосредственно сама ракета АМ-7Ф. Что именно еще улучшили? Уменьшили ГСН, тем самым переместили боевую часть из задней части ракеты в средину и увеличили вес боевой части до 39 килограмм. Затем еще решили улучшить ракету и появилась модификация РИМ-7Х. Что же в этой модификации улучшили? Во-первых, крылья сделали складными. Модернизировали пусковую установку МК-29. Установили новую РЛС по цвету цели СПС-65 и автоматизированную систему управления МК-91. А также установили двигатель Аэроджет МК-52 МОД-2. А вот модификация РИМ-7М могла поражать цели на высоте уже 8 метров. Что позволило поражать такие ракеты, как Экзосет, которые летели очень низко над уровнем моря. Также РИМ-7М оснастили новой моноимпульсной помехозащищенной головкой самонаведения автопилотом, который позволил ракете поражать цель даже в том случае, если во время полета она теряет наведение на цель. Также модернизировали боевую часть и оснастили двигателем Геркулес МК-58. Ну и как вы понимаете, с этим двигателем ракета уже могла лететь быстрее, со скоростью 3,6 маха. А вот с 1991 года на вооружение приняли еще одну модификацию – РИМ-7П. Эту модификацию оснастили новой импульсно-доплеровской полуактивной радиолокационной ГСН. И в данной модификации ракета может атаковать цели сверху, что позволило ей не только сбивать воздушные цели и крылатые ракеты, а и самой поражать надводные цели. Но не подумайте, что ракета получила возможность поражать эсминцы. Нет, речь идет о небольших надводных лодках. И есть еще одна модификация, которая на сегодняшний день считается самой современной – РИМ-7Р Evolved Sea Sparrow Missile. Эта модификация была настолько хороша, что на фоне всех остальных получила отдельное название – РИМ-162ЕССМ. А вот об этой модификации я расскажу в отдельном обзоре. Но кроме ракеты также модернизировались и пусковые установки. Последние модификации ракет можно запускать из пусковых установок вертикального пуска, которые коротко называются VLS. Чтобы это было возможно, в модификации РИМ-7М используется пакет JetVaneControl, сокращенно JVC, который устанавливается в нижней части ракеты. Как это работает? При запуске ракеты небольшой двигатель в JVC поднимает ракету над пусковой установкой и над кораблем, а затем использует так называемые рули, чтобы направить ракету по направлению к цели. Вот что касается характеристик и модификации ракеты РИМ-7Сисперу. Но есть еще один аспект, который я не могу не упомянуть. Понятное дело в контексте конфликта между Россией и Украиной. И широко распространенной информации, что США поставит Украине ракеты РИМ-7Сисперу. Во-первых, подавая информацию, непонятно о какой именно модификации идет речь. Не все из тех, которые я назвал, есть еще на вооружении и в производстве. Во-вторых, ракеты запускаются из контейнеров, которые установлены на пусковые установки. И ракеты заряжаются в контейнеры в ручном режиме. Это так, я просто уточнил, чтобы вы понимали, как это происходит. Но! Украинская сторона будет использовать эти ракеты на ЗРК БУК, на которые тоже будет обзор на канале. И почему я об этом вспомнил? Потому что очень многие американские эксперты и СМИ с глубоким удивлением отмечают, да, что там отмечают, поражаются, как удалось украинским мастерам перенастроить комплекс БУК для использования с ним ракет РИМ-7Сисперу. Уж точно перенастраивали не ракеты, а именно ЗРК. Некоторые даже пишут, что это очень отчаянные меры. И это крайней степени редкость. Потому что надо интегрировать программное обеспечение, адаптировать радар и способ наведения. А это очень сложный технологический процесс. И две абсолютно разные технологии. РИМ-7 и БУК. Которые объединить, как минимум на бумаге, практически невозможно. И опять-таки, если почитать англоязычные СМИ и военных экспертов, они ждут с нетерпением увидеть, как же это все будет работать вместе. Я считаю, что без всякого фанатизма надо трезво оценивать все возможности и невозможности в военном деле. Мы подаем информацию, чтобы вы знали позиции всех сторон. А неопрометчиво верили и слушали всем и вся, кто просто кричит, «Ракета хорошая, нам это надо». У этого обзора будет вторая часть. История создания ракеты. Так что не пропустите. Что ж, это была ракета РИМ-7 Си-Сперу и зенитный ракетный комплекс Си-Сперу. Не забывайте подписаться на канал и поставить лайк. На этом у меня все. Мирного вам неба. Пока.